Что мне снег, что мне зной. Это девиз работников по ремонту дорог. Они кладут асфальт прямо на снег. Очевидно, нарушает технологический процесс. На улице Станкозаводской, прошедшая накануне метель, оставила после себя не только мокрый снег, но и новенький асфальт. В перемешку. Местные жители наблюдали его укладку накануне. И не иначе, как издевательством, действия дорожников не называют. Ну, шел снег. Было мокро, влажно. Клали асфальт. Было уже темно. Но понятно, что снег уже лежит. Снег шел. И, по-моему, были удивлены не только я одна, но и люди, которые тоже стояли и смотрели. В рекомендациях Росавтодора не так давно появился пункт о том, что асфальт можно укладывать при температуре окружающей среды до минус 10 градусов, если только не идут обильные осадки свыше 5 миллиметров. То есть, если очень хочется, то можно. Вот только по данным Гидрометцентра России, этот самый порог осадков 16 декабря был превышен. Ответить на интересующие нас вопросы о соблюдении стандартов укладки дорожного покрытия решил прораб, которого мы застали на месте. Альберт пошел нам навстречу и предложил осмотреть всю территорию, на которой ведутся работы. Он ответил на вопросы о недочетах. К примеру, наше внимание привлек люк, густо закатанный в асфальт. Интересное решение можно встретить, подходя к подъезду. Сначала жильцы могут пройти по асфальту, затем он плавно переходит в снег и щебенку. И все-таки остается загадкой, почему же асфальт не был положен прямо до двери подъезда. По словам прораба, ответственная за все недочеты компания подрядчик называется «Имидж строй». И все недочеты, которые сейчас бросаются в глаза, будут рано или поздно устранены. Наша граница асфальта, вот здесь заканчивается бордюр. То есть и вот эта часть отрежет. Около подъездов там дырки были. Мы их сейчас залатали, чтобы люди нормально ходили, а весной полностью от подъезда до дороги будет асфальтироваться. Но это в смете, по-моему, не было вообще, то есть запланировано не было. И как бы уже в процессе, когда договорились, уже поздно будет. Жильцы, наблюдавшие за проделанной работой, с одной стороны рады новому асфальту, но считают, что он может быть недолговечным. И весной сойдет вместе со снегом. «Я очень удивилась, потому что, видите, здесь тоже не новые дома, это коммунальные квартиры, старые, которые тоже, не знаем, будут ли их расселять. Непонятно, что еще дальше будет с домом, ну, что, наверное, тратить, можно ли так положить. Ну, это я так подумала, а что уже думают органы, которые отвечают за это, я не знаю». Как говорят сами рабочие, они и рады были бы уложить асфальт в сухую погоду. Однако сроки начала работ от них не зависят. Мы им сказали делать, они и делают. «Вот если заметить, то у нас не только здесь, а по всей России все это все время так происходит. Я считаю, что, во всяком случае, это больше от государства зависит, нежели от подрядчиков. Почему именно в зиму все эти работы намечаются, это, наверное, лучше у наших чиновников спрашивать, нежели у рабочих». Теперь в этом месте нужно еще уложить плитку для экопарковки. Возможно, класть будут тоже в снег. И, как признался сам прораб, скорее всего, в этом году работы завершить не получится. В лучшем случае в январе. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».